Аэровизуальные обследования бассейна реки Сарумсакте провели в Восточном Казахстане. Там на высоте больше двух с половиной тысяч метров находятся 19 маренных озер, которые образовались в результате таяния ледников. В селе опасный период сотрудники КАС Селезащиты и ДЧС области ведут за ними наблюдение как с земли, так и с воздуха, чтобы определить потенциальную угрозу ближайшим населенным пунктам. По итогам специалисты ДЧС заверили, обстановка стабильная. В бассейне реки Сарумсакте находится 19 маренных озер, которые представляют угрозу села Катон-Карагай. На одно время все маренные озера от зимней спячки очищены от снега, от льда. Как видите, нет льда и перелива нет. На настоящее время находится состояние и угрозы не представляется. На территории области насчитывается 144 маренных озер, которые формируют 13 очагов, которые угрожают 11 населенным пунктам. С начала селе опасного периода на территории области работает 9 сезонов и 1 круглогодичный гидропост. Данные из гидропоста передаются в центральный диспетчерский пункт 3 раза в сутки. Дожди с грозами ожидаются в выходные на большей части Казахстана. Казгидромет объявил штормовое предупреждение в 16 регионах. На севере, западе и юге в субботу пройдут сильные дожди. Град прогнозирует и ветер. Местами порывы могут достигать 28 метров в секунду. В Тургестанской и Атараусской областях пыльная буря. Сильная жара до 37 градусов ожидается в Житнесовской, Абайской, Алматинской и Карагандинской областях. На востоке республики, в городах Семея, Усть-Каменогорске и Риддере. Синоптики объявили предупреждение второй степени из-за неблагоприятных метеоусловий. Также предупреждают о сохраняющейся высокой пожарной опасности в Мангистауской, Западноказахстанской, Туркистанской, Атараусской, Казалардинской, Лутаусской и Костанайской областях. В Павлодарской области используют систему раннего обнаружения лесных пожаров. В резервате Ертас-Урманы установили опорные вышки с камерами видеонаблюдения. Они позволяют оперативно реагировать на возгорание. Устройство стоимостью больше 2 миллиардов тенге каждые 10 минут сканирует около 300 тысяч гектаров. Подробности в материале наших корреспондентов. Павлодарский резерват Ертас-Урмана стал вторым в стране, где используют систему раннего обнаружения пожаров. Первыми стали коллеги Закмолинской области. Автоматизированные устройства запустили в Национальном парке Бурабай. В следующем году систему планируют установить в Баянаульском нацпарке и в природном резервате Семей-Урмана. В апреле месяца этого года была установлена здесь система раннего обнаружения пожаров. Это достаточно дорогостоящее оборудование. 23 вышки радиусом 15 километров. То есть в целом диаметр окружности получается 30 километров, который он может увидеть и зафиксировать. Посмотреть, насколько действительно эта система является эффективной. За ситуацией в лесу из центра управления наблюдают лесники. Система может работать и в автоматическом режиме. Для этого камеры оснащены тепловизорами. Вышки сканируют территорию всего резервата. Случай возгорания он сразу определяет. Мы уже фиксировали, полностью тестировали. На сегодняшний день 20 случаев возгорания. Из них один случай человеческий фактор, 19 случаев грозовой разряд. С 20-70% обнаружена система раннего обнаружения. Новая система существенно облегчает работу лесных инспекторов. С этого года мы увеличили заработную плату. Кроме того, здесь постоянно обновляют материально-техническую базу. В этом году впервые приобрели в лизинг 40 единиц спецтехники. Альбина Кумыргалева, Карлогаш Ксетова, Даулет Кушхарбаев, 24КИЗ, Павлодарская область. Шымкенские активисты провели субботник на несанкционированной свалке на побережье рек Бадам и Кушхарата. Волонтеры очистили участок от мусора в районе слияния водоемов. В основном это были полиэтиленовые пакеты, пластиковые предметы, а также строительный мусор. Всего близ города выявлено 10 свалок. Выявить и привлечь к ответственности загрязнители окружающей среды сейчас уже невозможно, говорят волонтеры. Они предлагают установить предупреждающие знаки и камеры видеонаблюдения в районе рек. На этой несанкционированной свалке также есть трупы животных и твердые бытовые отходы домохозяйств. Мы вывезем весь этот мусор на городскую свалку и продезинфицируем этот участок. Также рассмотрим предложение по установке камер видеонаблюдения в местах, где сбрасывается много такого мусора. В Казаварденской области льготные кредиты по программе АО «Аманате» направят на развитие перерабатывающей отрасли. В этом году регион планирует реализовать 575 проектов в этой сфере на сумму свыше 4,5 млрд тенге. Новые производства позволят трудоустроить больше 600 человек. Собственный бизнес Наур-Узбек Аембетов построил с нуля. Превратил подворье в тепличный комплекс. Реализовать идею жителей Жанокурганского района удалось благодаря программе АО «Аманата». Решил выращивать овощи у себя во дворе в теплице. Взял льготный кредит по программе 4 млн под 2%. Собираем урожай с ранней весны до поздней осени. Планируем закрыть кредит раньше срока и получить большую сумму на расширение бизнеса. Прибыльность высокая, окупаемость быстрая, рентабельность хорошая, говорит Наур-Узбек Аембетов. В планах у него построить в районе новый тепличный комплекс площадью в гектар и обеспечить местные рынки свежей дешевой продукции. Программа АО «Аманата» в регионе реализуют с прошлого года. За это время только в одном Жанокурганском районе в ее рамках профинансировали 74 проекта на сумму свыше 500 млн тенге. В этом году на реализацию 100 проектов планируют потратить 700 млн тенге и создать почти 150 рабочих мест. В этом году поступило очень много заявок. Большая часть проектов связана с развитием рыбной отрасли. Есть предложения от крупных кооперативов и мелких хозяйств. Льготный кредит по программе АО «Аманата» предусматривает каникулы сроком от одного года до двух лет. Для начинающих бизнесменов это очень удобно. В прошлом году на реализацию проекта АО «Аманата» регион выделил 3 млрд тенге. Из 660 заявок на льготное кредитование одобрили 406. В результате удалось открыть десятки новых производств. В Мартугском районе Актюбинской области возрождают село, которое когда-то опустело из-за тока жителей. Сейчас в населенном пункте начался обратный процесс. Сюда переезжают новые поселенцы. Кто-то из других сел района, а кто-то из областного центра. Подробности в материале Натальи Сальковой. Елена Буракова одна из первых переехала в Тороэгер. Вместе с семьей она перебралась сюда из районного центра. Говорит, что ей по душе спокойная, размеренная жизнь небольшого села. Супруг Елены занимается животноводством. А здесь есть пастбищные угодья. Мы выросли в поселке, родились, выросли. Это наш поселок. Мы никогда не хотели, не где-то лучше что-то искать. Здесь все, есть условия. Скот пасти как-то, ну чистый воздух. Поселок есть поселок, все равно это прекрасно. Природа. Когда-то жизнь в этом населенном пункте кипела. В советское время поселок назывался Черемушки. Здесь было около сотни домов. Школа, медпункт, клуб. Позже из-за проблем с питьевой водой сельчане стали покидать насиженное место и поселок опустел. Однако в последние годы люди начали интересоваться жильем в этом населенном пункте. У нас одна проблема – вода. Люди бы, если знали, что вода есть, приехали. Я так думаю. Там, пожалуйста, первый дом, я не знаю. Там тоже сейчас смотрим, ремонт делают. Среди переселенцев есть и те, кто решился переехать Торай-Гыр из областного центра. В Курмансайском сельском округе, к которому относится населенный пункт, 31 крестьянское хозяйство. Поэтому у тех, кто переедет сюда, с работой проблем быть не должно. Одна семья переехала к нам из Ахтубе, другая из Хлемодаровки. Они занимаются животноводством. Еще есть семьи, которые интересуются возможностью переезда. Проблему с водой в Торай-Гыре обещают решить этим летом. Скважина, говорят, местные власти уже готова. Теперь планируют приступить к разработке документации для газификации села. Наталья Салькова, Айнадин Булдобеков, Актюбинская область, 24КИЗ. На госслужбу онлайн девять жителей Западноказахстанской области получили работу в государственных органах дистанционно. Трудоустроиться им удалось по новым правилам отбора через интернет-портал Еказмет. В этом году к пилотному проекту присоединялись еще 22 профильных ведомства. Альбина Кумар-Галиева расскажет подробнее. Полгода назад Ерик Джуматаев пополнил ряды государственных служащих. Трудоустроиться специалисту удалось, не выходя из дома, через интернет-портал Еказмет.Гов.КИЗ. Все три этапа отбора на службу он прошел успешно. Сейчас работает главным специалистом отдела. Ежедневно консультирует жителей региона, помогает решить юридические вопросы. Сложности я не видел. Сначала должны пройти регистрацию онлайн. Потом вы поэтапно уже проходите тестирование, оценка личных качеств, оценка работы с текстовой и числовой информацией. Трудоустроиться на государственную службу онлайн смогли еще 8 жителей региона. Новый формат позволяет претендентам участвовать в конкурсе в удобное для них время из любой точки мира. Работодатель определяет только время предстоящего собеседования. По словам руководителя ведомства, если раньше конкурсный отбор занимал почти месяц, то сейчас от 10 до 15 дней. Сокращено и количество необходимых документов. Еще одно новшество платформы. С момента регистрации на портале, кандидат и государственный орган, который проводит конкурс, не знают информацию о участниках конкурса. То есть кандидату дается соответствующий ID номер, под этим ID номером он полностью проходит конкурсная процедура. Таким образом мы полностью исключили человеческий фактор. В регионе на государственной службе трудится свыше 4000 человек. Вакантными остаются 165 мест. Специалисты ведомства считают, что новый формат отбора решит кадровые вопросы, улучшит качественный состав и повысит престиж госслужбы в целом. Международные военные учения Бролесток-2024 проходят в Мангисталской области. Участие в них принимают военнослужащие Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Задачей объединенных сил было уничтожение условного противника. Воинские контингенты стран-участниц приведены высшую степень боевой готовности и приступили к выполнению задачи. Сейчас немного о том, что происходит в мире. В Грузии нехватка специалистов и рабочие силы мешают развитию бизнеса. Несмотря на увеличение набора учащихся в профучилища и расширение образовательных программ, вакансии по отдельным специальностям зачастую остаются свободными. Бизнес-ассоциация страны решила включиться в процесс переподготовки кадров. Юлия Тужилкина с подробностями из Тбилиси. Об острой нехватке квалифицированных кадров в Грузии заговорили еще в 2022 году. За это время проблема не только не решилась, но и усугубилась. Показатель дефицита персонала вырос с 48 до 67%. Наряду с этим увеличилось число эмигрантов. В прошлом году в поисках лучшего заработка из страны выехали более 163 тысяч человек. А каждый четвертый представитель молодежи в Грузии нигде не работает и не учится. Это часть молодежи, которая не включена в учебную или трудовую деятельность. Несмотря на то, что в 2023 году эта статистика улучшилась, все равно показатель большой. Примерно 25% молодежи ничем не занято. В Евросоюзе эта статистика составляет 11-12%. Когда молодые не находят хорошую работу или учебные программы здесь, они пытаются эмигрировать. Дефицит специалистов сейчас главный вызов для бизнеса в Грузии. Чтобы не останавливать процессы, компании вынуждены привлекать квалифицированные кадры из Турции, Азербайджана и Украины. А дороги и тоннели международного значения строят китайские компании и рабочие. При том, что в стране безработица среди местного населения на уровне 15%. Отрасли, начиная от машиностроения и заканчивая розничной торговлей, испытывают хроническую нехватку рабочих рук на уровне 10-15%. Бизнес знает, какие специалисты ему нужны. Поэтому мы в партнерстве с правительством отреагировали на это программами переподготовки кадров. В новой стратегии развития профессионального образования государство предложило бизнесу совместное управление профессионально-техническими колледжами. В рамках партнерства министерство образования уже получило более 10 заявок от бизнеса. Дональд Трамп предложил Джо Байдену вместе пройти тестирование на умственные способности. Об этом кандидат от республиканцев написал у себя в соцсетях. Он также поделился мыслью, что впредь все претенденты на пост лидера Соединенных Штатов должны в обязательном порядке проходить когнитивные тесты и экзамены на профпригодность. Как отмечают местных СМИ, Трамп неоднократно призывал действующего президента пройти проверку на уровень интеллекта. Отмечу, в последнее время Байден подвергается пристальному вниманию из-за своего возраста и публичных оговорок. А после поражения на теледебатах часть демократов призвала его и вовсе выйти из президентской гонки. Суд штата Нью-Мексико закрыл дело актера Алика Болдуина. Голливудскую звезду обвиняли в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Напомню, во время репетиции Болдуин направил оружие в камеру, думая, что оно заряжено холостыми патронами. Однако оператор и режиссер получили ранения. Позже 42-летняя женщина скончалась в больнице. Оказалось, пиротехник фильма случайно перепутал реквизитные патроны с боевыми, которые принес из дома. Обвинение строилось на том, что актер нарушил основные правила безопасности при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке. Адвокаты Болдуина подали ходатайство о прекращении дела, утверждая, что прокуроры не передали команде защиты ключевое доказательство – партию патронов, фигурировавших в разбирательстве. Они поставили под сомнение ход расследования и указали на ошибки, допущенные следователями. В итоге суд распустил коллегу присяжных и постановил закрыть дело без права возобновления. Сильная жара накрыла большую часть Румынии. Температура воздуха в Бухаресте достигла рекордных 44 градусов. Власти вели в Солице и еще в нескольких регионах страны красный уровень опасности. Жители обращаются в больницы с жалобами на головокружение, головную боль и общее недомогание. По прогнозам синоптиков, пик жары придется на эти выходные. Власти рекомендуют гражданам по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки. Уникальную выставку скульптур ягуаров открыли в бразильском Рио-де-Жанейро. Зрителю представили 68 красочных экспонатов мастеров со всей страны. Авторские работы выполнены из стекловолокна. Цель проекта привлечь внимание общественности к сохранению окружающей среды, в том числе популяции больших кошек. Позже одни скульптуры выставят на аукцион, а полученные от продажи средства направят местные экологические организации. Другие представят в бразильском павильоне в Париже на время проведения Олимпийских игр. Это были все новости данного часа. Очередной выпуск смотрите в 15.00.